МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Таджикистан. Борт номер один вылетел из национального аэропорта Минск и взял курс на Душанбе. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кроме того, речь пойдет о проверке готовности воинских контингентов, коллективных сил, оперативного реагирования. Из Таджикистана Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Сочи, где в четверг откроется второй форум регионов Беларуси и России. Его основные темы объединение финансового потенциала двух стран, диверсификация национальных экономик, создание новых производств. Счет Союза 2015. Военная Беларуси и Россия приступили ко второму этапу совместного оперативного учения. В течение трех дней на полигоне Кирилловский в Ленинградской области им предстоит отработать вопрос управления войсками в ходе ведения боевых действий на широком фронте. Основное внимание уделят маневренной обороне, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, а также контрнаступлению, в ходе которого будет восстановлен контроль над временно утраченными территориями. Предстоит действовать соединением и воинских частям вооруженных сил Беларуси и вооруженных сил России совместно. Для отработки и апробации новых и перспективных приемов и способов ведения военных действий штабом руководства разработаны достаточно интересные оперативные и тактические эпизоды. Не останавливаясь на их содержании, хочу отметить, что данные эпизоды заставят командующих, командиров принимать решения оперативно, действовать быстро. Всего в совместных белорусско-российских учениях принимает участие более 8 тысяч военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, 400 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 100 танков. В спецподразделении авиации двух стран отрабатывают новые приемы и способы ведения боевых действий. Учения «ЩИТ Союза-2015» продлятся до 16 сентября. Экспозицию белорусской атомной электростанции представили сегодня в Вене. Там открылась 59-я сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергетике. К национальному выставочному стенду Беларуси внимание особое. Наша страна впервые реализует у себя атомные проекты. И основная цель нынешней презентации – продемонстрировать мировому сообществу ход реализации нашей ядерной энергетической программы. Экспозиция «БелАЭС» подробно рассказывает об основных этапах строительства станции, создаваемой в Островце, производственной и социальной инфраструктуре. В центре внимания также вопросы экологии и подготовки специалистов. Египетские силовики по ошибке застрелили 12 мексиканских туристов. Еще 10 человек ранены. Инцидент произошел в Восточной пустыне, куда отдыхающие отправились на экскурсию. В это время там проходила операция по уничтожению боевиков. Полицейские увидели несколько внедорожников с людьми и открыли по ним огонь, приняв за террористов. Сейчас в Египте создан штаб по расследованию этой трагедии. Сообщается, что туристов нелегально привезли в запрещенную зону, которая была закрыта от любых посещений. Крупная железнодорожная авария произошла в Испании. На подъезде к популярному среди туристов городу Бильбао машинист пригородного поезда не успел затормозить и врезался в ограждение. Около трех десятков человек пострадали. Состояние нескольких очень тяжелое. Прямо на месте развернулись полевые центры медицинской помощи. На месте инцидента также работает полиция. Выясняются все детали происшествия. Машинист задержан. Скорее всего, авария произошла именно по его вине. В афганском городе Газни боевики движения «Талибан» напали на тюрьму. Несколько десятков хорошо вооруженных людей ворвались в здание среди ночи и выпустили на волю около четырех сотен заключенных. Сообщается, что многие из них — сторонники радикалов. От рук боевиков погибли четыре сотрудника безопасности. Еще несколько человек тяжело ранены. Местная полиция ищет сбежавших. В скором времени к поисковой операции должны подключиться национальные военные силы. Германия закрыла австрийскую границу. Страна не справляется с огромным потоком беженцев, которые стремятся попасть в Берлин из Вены. Именно поэтому было принято решение отступить от правил Шенген-зоны и установить паспортный контроль на пропускных пограничных пунктах. Вслед за Германией на такие меры готовится пойти Чехия. В очередной раз попытаются решить проблемы с беженцами и Совет ЕС, который соберется сегодня в Брюсселе на экстренное заседание. Однако миграционный кризис привел к раздору и в рядах политиков Союза. Польша, Словакия и Венгрия выступают против решения, принудительно распределяясь переселенцев по странам ЕС. А Латвия и вовсе отказалась отправлять своих делегатов на заседание Совета. Мировые банки вывозят свои золотые запасы из США. Федеральная резервная система Соединенных Штатов за минувший год обмельчала на 250 тонн драгоценного металла. Таким образом, в американских хранилищах осталось минимальное количество золота за последние 20 лет. Такой отток специалисты связывают с экономическим и политическим кризисом, который охватил не только США, но и страны Европы. Однако недоверие исходит не только от зарубежных партнеров, но и от внутренних. Сразу несколько штатов решили вывести свои драгоценные запасы из общего хранилища и создать местные резервы. Напомню, хранить золото в американской федеральной резервной системе мировые центробанки начали еще после Второй мировой войны. На юге Японии проснулся крупный вулкан Асо. Столк пепла и дыма поднимается на высоту более двух километров. Однако пока информация о запрете полетов над регионом не поступала. Метеорологи присвоили извержению третьей из пяти возможных уровней опасности. Это значит, что прямой угрозы для людей нет. И эвакуация из окрестных населенных пунктов носит лишь рекомендательный характер. Однако приближаться к вулкану строго запрещено, так как есть опасность выброса горной породы. Екатерина Моисеенок, телекомпания СТВ. Милиция предлагает добровольно разоружиться. Сегодня в Беларуси стартует основной этап акции «Арсенал». Ее главная цель – противодействие незаконному обороту оружия. На протяжении недели пройдут рейды, правоохранители будут изымать нелегально приобретенное оружие, а также проверят, как его хранят законные владельцы. Незарегистрированные ружья и пистолеты можно сдать добровольно. Санкций за это не будет. В противном случае предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Добавлю, в этом году уже изъято около тысячи единиц незарегистрированного огнестрела и более 26 тысяч различных боеприпасов. Построенный на века Брестский кафедральный Свято-Симеоновский собор отмечает полуторавековой юбилей. Сегодня пятикупольный православный храм – настоящее архитектурное украшение города. Он занесен в список историко-культурных ценностей Беларуси. У старейшего Брестского храма богатая православная история. Со дня освящения здесь не прекращались богослужения. Среди соборных святынь – частицы мощей святителей Николая Чудотворца, Сергия Радонежского и Фросиньи Полоцкой. Я очень долго ходила сюда и в Братство Святого Фонария Брестского при этом храме. Поэтому я лет 10 в этом храме, но мне очень дорог. Здесь особое святое место, и это чувствуется. Здесь живется особый дух такой, дух веры, дух любви, дух православия здесь живет в этом храме. И мы с радостью сегодня здесь. Я очень рада, что такой светлый праздник сегодня. После богослужения состоялась церемония огоршения памятной почтовой марки. Оригинальный знак выпустили в обращение специально к знаменательной дате. Живопись из Лоскутов в Витебске проходит праздник национального творчества «Здравневская палитра». На протяжении месяца мастера из разных уголков северного региона, а также Могилева и Минска, будут демонстрировать свои работы. Это ковры, гобелены, картины, костюмы, игрушки. Все экспонаты пропитаны национальным колоритом и вместе с тем щедро сдобрены современными элементами. Фактически, ремесленники дарят вторую жизнь отслужившим вещам. Новые изделия зачастую принимают весьма неординарные формы. Разная цветовая гамма и куклы получили свое название. Это березовая песня. Она зелененькая, как весенняя березка. Это земляничная песня. Когда появляется на поляне земляничка, брусничная песня. И Васильковая песня. Сегодня тут представлены самые разные техники. Но тем не менее, а мы во всех работах видим, что присутствует национальный колорит. Все равно не забывают наши традиции, не забывают национальный орнамент, которые присутствуют тут, не забывают традиционные белорусские материалы, тот же лен. Ну и, конечно, не забывают, прихожусь к нашей природе, нашу историю. И все то, чем, в принципе, белорусы могут гонориться. Продлятся выставки в Центре народного творчества, областном краеведческом музее, музее-усадьбе Ильи Репина, вплоть до 11 октября. Организаторы обещают не только демонстрировать сами изделия, но и помочь всем желающим освоить старую, но отнюдь не забытую технику шитья. И последнее. Приблизить мир классической музыки к зрителю удалось французскому пианисту Франку Брале. Любимый инструмент единомышленников из оркестра он взял с собой в подземку Брюсселя, чтобы исполнить для спешащих на работу бельгийцев вечную классику. Шедевры Битковина, Шуберта, Шопена, Дебюси. Музыкант признался, что всю жизнь завидовал гитаристам, которые без труда могут брать свой инструмент куда угодно. И теперь сам он сделал нечто подобное. О событиях в мире спорта в обозрении Егора Колесника звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30.